Раскрыты по той причине, что достаточно большое количество судей, которые принимали решение против Майдана, до сих пор служат в судах. Большое количество людей в погонах интегрировано в систему. Когда говорят, что Беркут рядовой служит где-то в органах, замечательно, но когда полковники, генералы, майоры, капитаны избежали люстрации и по-прежнему находятся в органах правопорядка, у меня вопрос. У нас что, пчёлы против мёда? Они будут расследовать против себя? Давайте нелицемерить. Это раз. Несколько дней назад я заходил в генпрокуратуру, интересовался, что происходит с расследованием преступлений против Майдана. Когда мне начали объяснять, я говорю, давайте вот так вот, чтобы я понял точно, почему. Потому что из-под выпьев, говорят, мне не нравится. И тогда сказали, низкая квалификация и недостаток кадров. Так и есть. Низкая квалификация и недостаток кадров в прокуратуре. Это правда. Я смотрю, вот Сергей со мной согласился с этим. И это беда. Это признают в самой генпрокуратуре. Это беда. Но тогда вопрос, где брать эти кадры? И почему за три года они не появились? Вопрос, почему происходит малое раскрытие преступлений? Всё очень просто. Некому заниматься раскрытием. Ну мы действительно, вот я сейчас понаблюдал со стороны, людей, которые работали на земле с искорей, их убрали, их вычистили из органов. А новые, которые пришли, у них нету связи с работой, умения работать с агентурой, связи с... Мы когда-то с Кириллом Куликовым обсуждали, что опытного сыскоря готовить нужно... Да, многие годы. И сам, 5-6 лет выгодить, ему ещё надо ходить ногами, чтобы понять. Ты спасал агентуру себе раз. И ещё, да, да, да. Но самое главное, ещё один вопрос. Вот я сразу слышу, Майдан, Майдан... Что такое Майдан? Это люди, вышедшие на Майдан в знак протеста. Майдан это не событие, это не обезличенная масса. Это люди, которые вышли на протест. Это люди, которые потеряли от родных, близких, здоровье. Это многие люди, которые стали инвалидами на Майдане. Это люди, у которых изменилась судьба. Так вот, когда люди, которые сидят сейчас в креслах, в высоких кабинетах, говорят, что нас сюда привёл Майдан, надо не забывать о том, что им Майдан сказал. Помните, да, бандитам тюрьмы, расследовать преступления, выполнять обязательства. И если ты обещал, что без чести жить не будешь, то выполни хоть минимум одно обещание, которое давалось на Майдане. А именно, назови убийц и осуди их. И когда меня спрашивают, верю ли я в это, верю. Верю, будет, вордио будет в сути детстве.